Часов у меня налёт около 4000, у истребителей налёты в часах небольшие, а если по количеству взлётов посадок, то около 8500 раз я оторвался от земли. Мечта возникла на базе Великой Отечественной войны. Когда началась война, я уже ходил в школу, читал, воспринимал все события вполне осмысленно. И, если помните, появилась где-то во время войны известная повесть о настоящем человеке Бориса Полевого, об Алексею Петровиче Моресьеве, по повести он у него как Мересьев. Мы эту повесть, школьники, читали вслух группами. Вот я и дочитался. И читал я, причём вслух, другие слушали. Ну вот я и дочитался, так у меня зародилась мечта тоже пойти в авиацию, чтобы научиться летать. Но из села не так просто всё это сделать. Я помню, не знал, куда обращаться. Написал письмо в газету «Пионерская правда». Была тогда газета, а я же как тоже член пионерской организации. Мне прислали адрес Ленинобадской спецшколы военно-воздушных сил номер 14. Это в Таджикистане. Бывшая Одесская школа. Эвакуированы туда во время войны. Там закончил 8-й, 9-й, 10-й класс. Слава Богу, прошёл медкомиссию, проходил успешно. И был направлен в Чугуевское училище военных лётчиков в 1951 году. Продолжение следует... По некоторым организационно-штатным мероприятиям наш весь поток получился так, что я к 18 мы окончили в Чугуевском училище, я к 11 в Борисоглебском, и мы в 15-й, в 54-м году в Сызранском, в 151-м авиационном училище лётчиков. Обучение шло нормально, освоение лётного дела шло нормально, я бы сказал, даже достаточно успешно. Меня инструктора выделяли, и даже получалось иногда так, что поручали моим же товарищам объяснять некоторые вопросы техники пилотирования, что потом сослужило мне не очень хорошую службу, потому что по окончании училища, несмотря на то, что я окончил училище с отличием, и с правом выбора места прохождения дальнейшей службы, меня оставили лётчиком-инструктором в этом же училище, где я прослужил до 60-го года, обучал курсантов на ЯГ-11, затем на МИГ-15, на МИГ-17, заочно окончил военно-воздушную академию, в училище я прошёл должности до командира эскадрильи, уже обучал курсантов на МИГ-21, и в 66-м году у нас в Борисполе здесь перевооружался полк с МИГ-17 на МИГ-21, и, естественно, лётный состав там многие были отсеяны по состоянию здоровья, по другим причинам, и было некоторое обновление лётных кадров, и мне туда предложили пойти служить на должность заместителя командира полка по политчасти, и как лётчика уже летавшего, обучавшего на МИГ-21. Вот так я оказался в 831-м истребительном авиационном полку. Через год по замене был направлен в Южную группу войск, 14-й гвардейский ленинградский краснознамённый ордена Суворова третьей степени, полк имени Жданова, там прослужил более трёх лет, затем был назначен соседний полк командиром полка, порядка четырёх лет я там прослужил, и по замене снова вернулся в 1974 году в наш родной 831-й истребительный авиационный полк в наш Борисполь. Там я служил в должности командира полка до конца 1974 года, затем был назначен в управление воздушной армией, в отдел боевой подготовки на должность заместителя начальника отдела боевой подготовки. Прослужил там до 1977 года. В 1977 году был назначен в конце заместителем начальника училища, в Харьковское училище, и в 1980 году начальником училища. Прослужил до 1986 года, сделал 7 выпусков. Мне уже в те времена было 54 года, я закончил свою лётную деятельность в возрасте 54 лет. Последний полёт сделал на аэродроме Купинск на МИГ-21. Прощальный полёт, сознательный, в возрасте 54 года. Первые полёты запоминаются, это когда особенно первый раз вылетаешь самостоятельно ещё курсантом. Это рождается лётчик. Когда с инструктором летаешь, это одно ещё, думаешь, что там всё же дядя делает, а когда сам полетел, это уже сам, я взлетал, взлетел, пришёл, сел. Это очень запоминается. Ну и на новых типах самолётов, несмотря уже на определённый лётный опыт на предшествующих типах самолётов, тоже это запоминается всё-таки особенности самолётов, тем более, если это более сложные самолёты, более современные. Я практически больше 20 лет летал на МИГ-21, начиная с первой модификации МИГ-21F и дальше F-13, PF, PFM, SM, SMT, BIS, на всех я на них летал. Огромное небо, огромное небо, огромное небо, огромное небо твои. Ну, эта песня не мне посвящена. Значит, 6 апреля 1966 года, если вы историю чуть-чуть знаете, у нас в Западном Берлине упал самолёт Як-28, лётчики Капустин и Янин. Ну, насколько мне помнится, когда нас доводили, они перегоняли из ремонта, что-то случилось, и причём упали в озеро в Западном Берлине. Там, конечно, воспользовались американцы этим делом. Во-первых, была вскрыта вся наша система опознавания. После этого в стране были затрачены огромные средства, чтобы поменять всю эту систему. Ну, в этот же день, 6 апреля, примерно, ну, пораньше, попозже, может быть, учитывая время поясное, значит, я взлетел на МИГ-21 у спарки с аэродрома Чернигов с капитаном Понождаевым Александром Ивановичем. Значит, он сдавал мне проверку на определённый допуск. Ну, погода была хорошая. Мы взлетели, убрали шасси-закрылки. Там была схема такая, что мы пересекали воздушную трассу Москва-Киев. И эту трассу мы проходили на эшелоне 500 метров, высоте 500 метров, с разгоном скорости. За трассой набирали высоту. Там уже на аэродром возвращались на другой, более большой высоте. Так у нас после взлёта, вот как раз на этой площадке, во время увеличения скорости, обрезал двигатель. Ну, по ситуации и по всем инструкциям, ну, и по главной инструкции лётчику существует, там всё предписано, что, значит, сесть с остановленным двигателем на МИГ-21 вообще не рекомендовалось и не рекомендуется. Запускать двигатель только до высоты 2000 метров, вот если где-то выше остановится, ещё можно запустить. Но у нас он отказал на высоте 500 метров, скорость примерно 750 километров в час. Под нами была Десна, апрель месяц, разлив Десны, вода. Ну, там как раз такая излучина Десны получается, что недалеко слева берег. Конечно, мысль сразу, что катапультироваться, это ясно. Надо, ну, в воде нас скоро не найдут. Тогда ещё поисковая служба не такая была, хорошо обеспечена. Значит, я подвернулся в сторону берега, дал команду катапультируемся и катапультировался. Опять же, по инструкции было чётко расписано, что первый катапультируется лётчик из задней кабины, независимо от служебного положения, и второй из передней. Почему? Потому что если первый катапультируется из передней кабины, то он определённо этого лётчика убивает. А в этой последовательности они оба могут остаться живы. Ну, так я и дал команду. Катапультируемся, я пошёл и привёл в действие свою систему. Меня выбросило. А Саня, подождая, мне катапультировался. Катапультирование, да, вот у меня одно. Ну, а так, сложные были случаи прекращения взлёта в Венгрии ночью. И, слава Богу, что я тоже вдвоём, с лётчиком я уже командиром полка был, зацокал двигатель уже перед отрывом, если бы мы оторвались, то были бы в Дунайе. Ну, я выключил двигатель, притормозили, срулили, попали к Куропатке, воздухозаборник. В одно время существовала такая, ну, не теория, что ли, а мнение такое существовало, что особенно лётчику образование какое-то высшее не нужно, мол. Главное – его лётные способности. Ну, здесь есть и, конечно, основания об этом говорить, потому что даже, как американцы пишут, мы же больше изучали американскую и тактику, и методику, что из 100 здоровых мужчин нормальных только 15 становятся лётчиками, то есть 15%, поэтому отсев, как видите, большой. Но, несмотря на это, у тех, кто более образован, обладает более обширным теоретическим багажом, у них и способности получше. Я даже некоторых курсантов помню, выпускников, вот в Харьковское училище, ну, точно год я не назову, когда пришёл, курсант Амельченко такой был из Полтавской области, у него мама в колхозе дояркой была, орденом Ленина граждена, отец тоже колхозник, а он окончил школу с золотой медалью, и пришёл в училище, поступил, окончил училище с медалью. Я почему и запомнил путь этого парня из простой крестьянской семьи, но способного, хорошо обучающегося, вот, право выбора я ему предоставил, место дальнейшей службы он на Дальний Восток выбрал, говорит, я хочу отслужить сначала в дальних местах, потом лишь, потом по телевидению я его увидел, вот уже на пенсии, уже он в Кубинке, вот в составе группы «Русские витязи», ну, сейчас его там уже нет, видимо, списали, ну, Академию закончила и так далее. Ну, и таких ребят немало было. Курш был правильный взят на то, чтобы давать высшее образование лётному составу, и, конечно, давать больше на лёд. Мы давали хороший на лёд. Общий налёт тогда был порядка 210-220 часов. Из них курсант начинал летать с первого курса. На первом курсе, правда, мы планировали 40-50 часов на Л-39, раньше Л-29. Затем на втором курсе, зато на этом самолёте, мы планировали ему 80-90 часов. Затем третий курс, он уже на МиГ-21, 50 часов. И четвёртый курс тоже на МиГ-21, уже с элементами боевого применения, порядка 60 часов, то есть общий налёт порядка 110 часов. Получался, выпускник тогдашний был подготовлен до такого уровня, который в дальнейшем позволял ему осваивать любой другой тип самолёта. Что и происходило. МиГ-21 они же отходили, как правило, в части уходили, там быстро переходили на МиГ-29, Су-27 и другие. МиГ-21 они же отходили на МиГ-21. 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 Тут интересная такая особенность. Первые год-два вообще ничего не снятся. А потом начинается. Причём разные ситуации. Я несколько раз, мне снились такие сложные полёты, когда вот мне надо было, значит, увеличить обороты двигателю, а самолёт, двигатель не тянет, самолёт не летит, мне надо катапультироваться. Смотрю, подо мной лез. А тут я почему-то оказался непривязанный, это ж нельзя. Вот такая, значит, крутая ситуация во сне почему-то снится. И бывает, что и просыпаешься от этого. Просто полёты снятся. Просто вот что полёт там на высоту. Даже вот уже, несмотря на то, что я не летаю 23 года совсем, недавно в этом году я во сне проводил занятия с лётчиками чётко, им излагал материал, сам удивился. Жена даже потом говорит, а чего ты разговаривал во сне? Если б ты знала, если б ты знала, Как тоскуют руки по штурвалу, Есть одна у лётчика мечта – высота, высота. Самая высокая мечта – высота, высота. Продолжение следует...